Сегодня МВД объявило о ликвидации группировки подпольных банкиров, которые, как сообщается, финансировали террористов. По данным расследования, участники этнического преступного сообщества оказывали услуги торговцам с российских рынков, нелегально выводя их деньги за границу. Ежемесячный оборот группировки оценивается более чем в миллиард рублей. Алексей Кондулуков узнал подробности. Откройте полиция! Масштабная операция. Минувшую ночь у сотрудники столичной полиции и ФСБ распределились по 20 адресам. Быстрее открывай, дверь сломай! На пол! На пол! Есть кто еще в доме? Руки за голову! Обыски, аресты, допросы. Почти полтора года МВД и ФСБ вскрывали преступную финансовую сеть по отмыванию и выводу за рубеж денежных средств. Преступная группа, по словам полицейских, действовала в интересах уроженцев из Средней Азии, которые занимались незаконной деятельностью на крупнейших рынках Москвы. И не только. На знаменитой Покровской овощебазе, а также на рынках Пермского края. Там также был арестован один из преступников. Всего взято под стражу семеро лидеров преступной группы. Еще около 40 человек активно участвовали в ее деятельности. Собирали деньги у мигрантов, хранили, создавали фирмы-однодневки, через которые выводили средства в офшоры. Оттуда финансовые цепочки протянулись и в те сферы, которые привлекли внимание ФСБ. Данным каналом, каналом незаконного транзита, денежных средств, обналичивания, пользовались для финансирования международной террористической организацией Хизбут Тахрир Алисламия. Так называемая партия исламского освобождения, признана Верховным судом России террористической организацией. Всего в нелегальном канале вывода средств из России участвовало более 120 фирм-однодневок. Чтобы накрыть всю цепочку, полиции и ФСБ пришлось провести 187 обысков по всей стране. Изъяты документы, печати организаций, созданных теневыми банкирами, оружие, которое использовалось при инкассации, и, собственно, деньги. 178 миллионов рублей. Данное преступное сообщество действовало не только в интересах международной террористической организации, выходцев из Средней Азии, нелегалов, которые осуществляли свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации незаконно, но еще в интересах представителей коммерческих организаций, которым требовалось незаконное обналичие в денежных средств для коррупционных составляющих, для откатов, выплат серых зарплат. Всего, по данным правоохранителей, оборот незаконных операций этой группировки составлял полтора миллиарда рублей в месяц. Алексей Кондулуков, Дмитрий Демин, телекомпания НТВ.